Да, брат. Какой твой следующий вопрос? Может быть, после него ты будешь убеждён. Мой следующий вопрос, на самом деле, не связан с тем, о чём вы говорили. Это касается личного. Мой вопрос о том, почему многие страны считают вас персоной нонграта, а не считают вас презренным. И всё же, насколько я знаю, вы очень проницательный и глубокий человек. Вы нисколько не презренный. Я хочу знать, почему. Брат, не мог бы ты повторить первую часть вопроса? Многие страны считают вас персоной нонграта. Это латинское выражение, означающее, что вы нежелательный человек. Возможно, они ненавидят и не любят вас, и они находят вас презренным. Я хотел бы узнать, почему. Не могли бы вы просветить нас? Брат задал очень хороший вопрос. Почему многие страны считают меня персоной нонграта? Играта означает, что я нежелательный человек. Он имеет в виду в основном Великобританию. Официально только одна страна – Великобритания. Но когда ты говоришь несколько стран, я согласен с тобой. Я согласен с тобой, что многие страны считают меня персоной нонграта. Возможно, им не нравится впускать меня в их страны. Я согласен с тобой. Но официально только одна страна исключила меня. Это Великобритания. Ты спросил меня, почему. Знаешь, почему? Потому что правительство Великобритании находит, что я, Мешаллах, человек, который способен устранить неправильное представление об исламе. Самый популярный исламский спутниковый телеканал в Великобритании – это «Пистиви». Его смотрят миллионы людей по всему миру. И более 25% зрителей являются немусульманами. Поэтому, если немусульманам станут очевидными неправильные представления об исламе, многие люди начнут принимать ислам. И еще одна причина в том, что предыдущее правительство – это была рабочая партия. И главой ее антитеррористического департамента был Чарльз Фарр. В 2009 году он послал ко мне человека и попросил меня. «Доктор Найк, вы можете сотрудничать с нами?» И я сказал, «Какое сотрудничество вы хотите?» Он сказал, «Вы можете связаться с теми мусульманами, с которыми мы не можем связаться?» И я ответил, «Может быть». И он сказал, «Можете ли вы помочь нам и нашей стране передать послание мира этим мусульманам?» Я сказал, «Я согласен с тобой. Есть некоторые мусульмане, которые заблуждаются. Но также некоторые неправильные представления есть в правительстве Великобритании. Я сказал им, «Я помогу при двух условиях». Пункт номер один, «Вы не должны просить меня делать что-либо против Корана и достоверных хадисов». И пункт номер два, «Я не хочу ни копейки от вас». И они были готовы финансировать меня. Я сказал, что религия и ислам говорит, что мы должны помогать другим. Поэтому мы не хотим от вас ни копейки. Если эти два условия будут выполнены, я с вами. И им это не понравилось. И позже состоялись выборы, и пришла консервативная партия. И менее чем за месяц, министр внутренних дел Тереза Мэй, она хотела показать странам, что они сильны против мусульман. И самый популярный мусульманин, которого они могли найти, был Закер Найк. И через месяц после того, как новое правительство пришло к власти, и к тому времени у нас уже было арендовано три престижных места. Стадион Уимбли, Шеффилд и NFC Бирмингем. Знаете, все эти престижные места. И мы сделали рекламу. И за день до того, как я приземлился, она заверила приказ об исключении, который пришел ко мне из Великобритании в Верховную комиссию в Бомбее. И у меня была действующая виза на пять лет. Я ездил туда много раз за последние 20 лет. Я ездил более 15 раз, читал лекции, проводил большие собрания. И самое большое собрание было 25 тысяч человек. И все люди были с оплаченными билетами. Так что у меня была действующая виза, которая была выдана год назад, в 2009 году. И я собирался выехать в июне 2010 года. Затем пришел приказ об исключении, в котором она написала три или четыре абзаца, почему она чувствует, что я персона нон-грата. Она написала, что я недостаточно содействую народу Великобритании. И одну ссылку она процитировала из моей лекции. Я приведу тебе цитату. И я спрошу тебя, является ли эта цитата правильной или неправильной. В той лекции я сказал, то, что произошло 9-го 11-го, вы знаете, 9-й 11-й, более чем три тысячи невинных людей было убито. Этот акт следует осудить. Разрушение башень-близнецов. Ислам совершенно не согласен с этим. Потому что ислам ясно говорит, в Суре Аль-Маида, глава 5-й, аят 32-й, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей. Поэтому в этом контексте я сказал, что акт 9-го 11-го, где было убито более трех тысяч невинных людей, должен быть осужденным. И случай, когда более 50 человек было убито в результате взрыва бомбов в Лондоне, также должен быть осужден. И также случай в Бомбее, более чем 150 невинных людей было убито. Это также должно быть осуждено. Но мусульмане не должны останавливаться на этом моменте. Мы должны также осудить тысячи невинных людей, убитых в Афганистане, и тысячи невинных людей, убитых в Ираке, и тысячи невинных людей, убитых в Палестине. Это то, что не понравилось министру внутренних дел Терезе Мэй. Я спрашиваю тебя, ведь ты не мусульманин, правильно? То есть ты пока еще не мусульманин. Лучше будет сказать, пока что еще не мусульманин. Ты тот, кто еще не мусульманин. Я спрашиваю тебя, Есть ли что-то неправильного в моем заявлении? Нет. Но эти западные страны, которые говорят о свободе слова, говорят о правах человека. По моему мнению, у них самое большое нарушение прав человека. Включая США. Они говорят о правах человека, но что происходит в Гуантанамо? Что происходит? Они посылают армии туда, где, по их мнению, они могут награбить ресурсы. Это то, что говорит американский народ. Каковы были их интересы? Они говорят о свободе выражения мнений, о свободе слова. Все эти заявления. Эти заявления, по мнению министра внутренних дел Терезы Мэй, не способствуют народу Великобритании. Почему? Потому что они знают правду. Иисус мир ему сказал в Евангелии от Иоанна. Познайте истину, и истина освободит вас. Но Тереза Мэй не верит в это. Коран говорит в Суре Исра, голова 17, аят 81. Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. И еще одна вещь, которую продвигали медиа. Это то, что сказал я в моем ответе о хиджабе. Что женщины, когда они носят юбки в западном стиле, знаете, бикини, короткие шорты, декольте и тому подобное, подобные одежды призывают к их изнасилованию. Это было мое заявление. Затем они поставили это как заголовок большой статье, что доктор Закер Найк женоненавистник. Те, кто не знает, кто такой женоненавистник, это человек, который ненавидит женщин. Разве по этой причине пришло столько женщин? Я не могу сказать точно, сколько женщин пришло на лекцию сегодня. Но брат сказал, что их более 50 тысяч. И шейх сказал мне вчера, он сказал мне, что, иншаллах, это будет историческое собрание в Бахрине, придет более 20 тысяч человек. Это не только крупнейшее собрание в Бахрине, но на всем Ближнем Востоке. Крупнейшее собрание на Ближнем Востоке было в этом, в 2009 году в Дубае, около 30 тысяч человек. И я чувствую, что здесь больше, чем 30 тысяч человек. И это не считая женщин. Женщин даже больше. Я не знаю, может их около 40 или 50 тысяч. Поэтому, если Закер женоненавистник, тогда почему так много женщин посещают мои выступления? И та же самая газета «Таймс». Год назад, в марте 2009 года, они написали статью, что каждый седьмой британец считает, что нужно бить женщин, потому что они надевают откровенную одежду. То есть каждый из семи британских мужчин думает, что женщину нужно бить за то, что она носит откровенную одежду. Я не делал такое заявление. Но когда подобное заявляют британцы, нет проблем. И в 2005 году та же газета провела опрос, и они сказали, что 26% британского общества считает, что женщин насилуют, потому что они носят откровенную одежду. Поэтому, если это говорят 26% британцев, они не считаются женоненавистниками. А если это говорит один индийский мусульманин, то он женоненавистник. Это свобода слова. На самом деле, им просто не нравится правда. Так что проблема в том, что они не хотят, чтобы правда восторжествовала. Поэтому, ма шаалла, я был первым спикером-мусульманином, подавшим иск против министра внутренних дел. Я сделал это не потому, что я выиграю, ведь я знаю, насколько они честны. И в постановлении обесключения было упомянуто, что я не могу возбудить дело, поэтому я не мог пойти в начальный суд. И мы должны были обратиться в Верховный суд. В Верховный суд мы знали, что они больше склонятся в их пользу. И тогда мы обратились в апелляционный суд. И в течение двух месяцев мы обратились в Совет Верховного суда. Я не ждал справедливости. Мы наняли лучших юристов. Мы наняли жену Тони Блэра, Шерри Блэр. Вы знаете Шерри Блэр? Она состоит в Матрикс Чемберс, один из ведущих юридических компаний. У нас были лучшие адвокаты. У правительства было два адвоката, а у нас было четыре. У нас был христианин, был белый человек, был сикх, был индус и был мусульманин. Четыре адвоката. Мы исследовали каждый момент, не чтобы выиграть, а чтобы показать миру. И судья сказал, я не хочу знать контекст встречи. Министр внутренних дел имеет право на исключение, кого хочет. И дальше мы пошли в Европейский суд. Есть такая правозащитная организация, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Я думал, там больше шансов, потому что они не учитывают, кто отдал приказ об исключении, но только кто прав, а кто нет. И в тот же день к нам пришел звонок из правительства Канады, что моя пятигодовая виза аннулирована. Если я хочу поехать снова в Канаду, подай же заявку заново. И то же самое в США. Они боятся этого человека? Только борода. Нет оружия массового поражения. Нет оружия. Только оружие Аллаха, субханаху ата'аля, Коран. Они не хотят, чтобы мир восторжествовал. Поэтому мы назвали свой канал ПИС-ТВ. Это самый популярный канал, ма ша Аллах. И по воле Аллаха он транслируется даже в США, но не на очень популярной платформе. Но мы на свободной платформе. Но самым популярным в США является кабель «Иншалла, по воле Аллаха», в течение следующих двух месяцев канал ПИС-ТВ также будет проходить через кабель в США и Канаде, иншаллах. Нам не нужно идти туда лично. Наш любимый пророк, да богословит его Аллах и приветствует, сказал, что ислам войдет в каждый дом. Я прошу Аллаха, субханаху ата'аля, чтобы он сделал меня инструментом в осуществлении этого хадиса, чтобы ислам вошел в каждый дом, иншаллах. Надеюсь, я ответил на вопрос.